В этом свёртке находится ещё 97 разовых доз наркотического средства, производного N-метилофедрона. Всё это в рамках акции «Дети России-2023» сотрудники наркоконтроля регионального ОМВД обнаружили у 44-летней жительницы Торжка. Задержанная приобретала наркотики и сбывала их бесконтактным способом. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Расследование уголовного дела продолжается. На 248-м километре автодороги М-11 в Торжокском районе области у Митсубиси-Лансер на скорости 150 км в час взорвалось колесо. Неуправляемая машина наехала на металлическое ограждение. Пострадали водитель и пассажир иномарки, мужчины 89-го и 64-го годов рождения. А на улице Коробково в Твери автомобиль «Фольксваген» не предоставил преимущества «Лексусу». Пострадал пассажир «Лексуса» — 8-летний мальчик, находившийся на заднем пассажирском кресле. Ребёнка увезли в больницу до прибытия экипажа ДПС. Следственный комитет России уделяет большое внимание работе с обращениями граждан. Сотрудники ведомства внимательно рассматривают каждое из них, стремятся дать ответ в кратчайшие сроки. Ставят на особый контроль наиболее сложные ситуации, чтобы восстановить справедливость, обеспечить исполнение закона и правопорядок в нашей стране. Каждое обращение внимательно изучается и рассматривается с разъяснением юридических аспектов в доступном формате. Граждане могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия, бездействия и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов Следственного управления Следственного комитета, а также по другим вопросам, которые требуют вмешательства со стороны руководства Следственного управления. Кроме того, можно уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии. Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением.